Я думаю, что он был там, но я также думаю, что его там не было. Мы вообще можем как-нибудь это решить? Почему бы нам не проверить его воспоминания? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Дангочку, отчаянный суд, и не забываем пошлепать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! А тебе явно нравится бесить нас! Давай я просто завалю тебе ебаник! Эй, можете ссориться сколько угодно, но я не позволю устраивать тут фотосупку, которая может навредить людям! Бля, я опять заболзил, скромнейший... А вообще, вы не могли бы поторопиться и решить, кто из вас за пятнанное время кончится, когда мне станет скучно? Ладно, я понял, вы хотите, чтобы я передал эстафету, да? Передал эстафету? Мы попросим показаться настоящего убийцу, а не самозванца вроде меня! Но куи хер он это вообще делал, я чё-то не догоняю пока... Неа, ну то, что он ёбнутый, это понятное дело! Хм! Ты же убийца, это очевидно, не так ли? Если ты думаешь, что это я, то я не возражаю. Что бы вы абсолютно и не... Что бы вы абсолютно и не решили, я приму это вне зависимости от того, что это будет. Дебил! Так ты хочешь, чтобы я назвал настоящего убийцу? Хоть я и не хочу вредить этому человеку, но... Выхода у нас нет, не так ли? Человек, который использовал противопожарную дверь, чтобы скрыться, и портативную плиту для света. И залез вот под пол, чтобы зарезать бьякую, используя светящуюся краску как метку. Поэтому единственный, кто приходит мне на ум, как убийца. Блять, мне никто не приходит на ум, если честно, я вообще не напираю. Это должен быть ты! То есть должен. Значит, это кто-то из мужиков. Сделай выбор, блять. Эээ... Аф... Аф... Блять! А кто? Чёрт возьми! Я же без понятия! Эээ... Блин. Ну, я сначала думал на соду, но... Чёрт возьми! Первое знают. Блять, давайте пальцем в небо. Стоп! А это точно этот человек? Нет, я проебался! Давайте попробуем обдумать ещё раз! Блять, нет! Да ну нахуй! Эээ... Блять! 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 Жердяй? Тару-тару! Но это можешь быть-то? Блять! Блять! Я сейчас как-то на него вообще даже не думал думать. Эээ... О! Что? О чём ты говоришь? Тару-тару-убийца? Это правда? Что-то такое несёшь и ни за что! Конечно, это лишь моя догадка, поэтому если у тебя возникнут возражения, я говорю. Не стесняйся! Возражение, не возражение, почему меня вообще считают убийцей? Потому что портативная плита, использованная при убийстве, изначально была на кухне. И всё? Это единственная причина, по которой ты держишь меня за убийцу? Разве это не перебор? Ты жесток, жесток, слишком жесток! Ах, Тару-тару, это поведение так тебе не свойственно? Чтобы абсолютный повар да так злился? Называй меня шеф! Если уж ты попал под такой ужасный навет, в ком же будет жить будущее кулинарии? Будущее кулинарии? Именно. Ради будущего кулинарии ты должен встать и сразиться с этим лицом к лицу! Ты прав! Да! Ты абсолютно прав! А что такое навет? Это вкусно? А ты знаешь, что брикет тоже вкусный, тебе как-нибудь стоит попробовать? Нагита, зачем ты вмешиваешься? Допустим, убийца использовал свет, а также противопожарную дверь, чтобы его скрыть. Затем он пошёл в кладовую и залез под пол. А дальше что? Под полом тоже было темно, так как убийца смог зарезать Бьякую. Ты же не хочешь сказать, что убийца посветил на Бьякую, верно? План бы пошёл коту под хвост, если бы он заметил. Верно! Что ты думаешь насчёт этого? Да нихая я не думаю, я ещё вахуешь что-то теру-теру. Каким вообще серым, блин? Хотя, впрочем, после того, как они плиткой светили, плитой освещали путь, блядь, я уже нихуя не удивляюсь. Это, ты ведь ни за что не сможешь ответить, да? Лично ты не смотрел, что находится под полом. Если в этом дело, то Гандам должен знать. Он как раз таки лазал под пол. Нет, к несчастью под полом не было ничего, что было бы связано с происшествием. Единственное, что я нашёл, это странная жидкость, сияющая в темноте. Возле этого места, где капала кровь Бьякую. Что? Сияющая в темноте жидкость? Это звучит супер важно. Если там была такая сияющая метка, тогда убийца смог бы доползти до неё в темноте. Верно? И сделав это, убийца мог использовать эту метку, чтобы отметить жертву. Жертва была помечена меткой. Что же было этой меткой? Возможно, это штука, которая светилась возле тела Бьякую, верно? Штука, которая светилась возле тела Бьякую. Так, что у нас там было? Нож? Блин, ну у меня ещё немного жизни есть. Так, там вроде бы ещё где-то лента должна была бы быть. Кстати, за эту позу мне сняли монетизацию с видоса. Хм. Хм-хм-хм. Сука. Так, ладно, попробуем нож. Метка, про которую вы говорите, это светящаяся краска, которой покрасили нож, верно? О! Используя светящуюся краску как цель, можно было бы бить даже в темноте. Ясно, убийца не целился в человека. Он просто ударил в тот момент, когда пропала светящаяся краска. Всё произошло в тот момент, когда кто-то схватил нож. Да. Значит, убийца использовал метку, которую я приготовил, чтобы найти нож, как метку для удара. Ясно, поэтому Бьякую убили, когда он взял нож. Но если он мог это сделать, разве это не значит, что убийца всё это время был в курсе про план Нагита? Ну, Таратаро! Серьёзно, я ничего не знаю, правда, я вообще ничего не знаю. Тогда я могу задать вопросы всем вам? Ты опять? Хватит уже! Ну что ты, нужно давать каждому возможность высказаться. Если Таратаро убийца, это значит, что он во время отключения пошёл в кладовку. А что тогда во время отключения слышала и Буки? О, не наступай мне на ногу! Какого чёрта? Что здесь происходит? Это! Ай! Включите этот чёртов свет, мне так есть и неудобно, знаете ли. Ребята, вы где? Разве свет отключался, а не только на кухне? Она слышала голос Таратару в столовой? Разве это не доказывает, что Таратару был в столовой во время отключения? Верно! Именно! Но Таратаро во время отключения был на кухне, верно? Так что он забыл в столовой? Я думал, что света не было только на кухне, поэтому я запаниковал и выбежал оттуда. Конечно же, в коридоре тоже было темно, но каким-то образом я сумел прийти на голоса остальных. Что же, от кухни до столовой идти не так уж и далеко! Значит, подозрительно. Если я правильно помню, можно определить, вряд ли человек лизнув его пот. Бляй, боже, как это мерзко. Это ещё хуже, чем мангака в прошлое счастье. Так что, если хотите, можете лизнуть меня! Да ни за что, ты весь грязный. Но я слышала голос Таратару в столовой! Не буки клянятся своей честью! Верно, Таратару был в столовой, а не в кладовой. Это значит, что он не убийца? Нет, это не так. Почему? Почему ты продолжаешь без причин на меня обвинять? Я не хочу обвинять тебя, просто. Ты должен гордиться собой, Ходзима. Ты лишь идёшь к надежде, в которую ты веришь. Ну же, Ходзима, покажи мне больше своей надежды. А, да, да, щас. Ааа, ещё нон-стоп, ебата. Круж под столом, чили в полу, прибор ночного виденья. Хорошо, это всё хорошо. Прошу тебя и ещё раз. Ты ходил в кладовой во время отключения? А, ты ходил? Меня никак не могло быть в кладовой! Я был бы совершенно в другом месте! Я точно слышала голос Тару-Тару? Он классный, а ой! А вот его лицо нет! Может, это была какая-нибудь запись? Нет, голос точно был живым! Верно, из-за её показаний! В том, что я был в столовой, нельзя сомневаться! Падь, мизде мне тут! Опровергаю! Прорал! Только потому, что мы слышали голос Тару-Тару в столовой, нельзя заявлять, что он был на самом деле в столовой! О, почему? Помнишь пол в столовой? Там же было много щелей, верно? Если бы ты крикнул из-под пола, это прозвучало бы так, словно ты находился в столовой! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ясно, значит, он крикнул из-под пола, чтобы заставить нас подумать, что он был в столовой! так это это так тару тару погодите секунду ты можешь объяснить этот тару тару я же сказал вам чтобы вы подождали а да что вы тут такое хаморите хаморю же я был у этой страны столовой во время отключения откуда ты родом говоришь ой я родился в луза по дном азобу и вырос в южной о яме и ребят этот парень огромный лжец если тару тару был в столовой воды во время отключения он должен был быть там когда включил все свет верно ну наверное он бы никак не смог сбегать туда и обратно по тому темному коридору так тару тару на самом деле в тот момент был там конечно я был там все чёртово время почему он начал говорить как западенец нельзя судить о таких вещах при помощи чутье на кону стоят людские жизни да черт побери вам не треба было судить об этом своим чутьем не блять стоп он мне больше напоминает лукашенко его акцент становится все хуже он точно врет но все же я не уверена я думаю что он был там но я также думаю что его там не было мы вообще можем как-нибудь это почему бы нам не проверить его воспоминания его воспоминания она треба не сты бессмысленную чепуху вы вообще моёки доказать шум иная не было у столовой наверное магу это сложно считать О ООО О ОО ОООО ООООО ОООООООО ОПЯТЬ ТЫ! «Был ли Таратару В столовой во время отключения или нет? Чтобы знать наверняка, мне нужно задать Таратару этот вопрос». Что? Эээ, эээ, блюда? Блядь, а какой вопрос-то? Блядь, нет, даже если я спрошу его об этом, таким образом я не смогу загнать его в угол Ну шо, Цетаке? Тебе еще рано говорить, шо ты не можешь это доказать Все, блядь, да-да-да-да-да Блин, я нечаянно нажал Enter вместо ЛК Ищи рифолу, таймер кондиционера, постыдная поза Постыдная поза? Блядь, полюбас Да Если ты заявляешь, что был в столовой, когда свет включился обратно Тогда ты должен знать, в какой позе тогда была Мекан, верно? Шо? Не, не заставляй меня вспоминать Мне так стыдно Нет, это очень важный вопрос Ну, Тару Тарум, если ты и вправду тогда был в столовой Ты должен знать на это ответ Да, блин, опять монетизация, сука, снимут Оно было бы довольно специфичным образом Ты бы ни за что такое не забыл Простите, прошу простите Я показала вам нечто настолько отвратительное Да нет, нормально, мне понравилось Ну и что? Не можешь ответить, Тару Тару? А-а-а... А-а-а-а Га-а-а Странно, у меня вылетело это из головы Ты бы ни за что не смог об этом забыть Особенно будучи таким извращенцем Даже так Нагита, скажи, хоть а-нибудь Ну, теперь не забыли Наверное, тебе уже можно сдаваться Стоп, сдаваться? В каком смысле сдаваться? Тару-тару, я тоже разочарован, знаешь ли. Грустно смотреть на то, как кто-то мною почитаемый достигает предела своей надежды, словно разбитая мечта. Нагит, а да чё ты, блядь, делаешь? Зачем ты так играешься с убийцей? Погоди секунду, мне треба тут трындеть, словно это убивец я! А, но ведь это уже решено, не так ли? Эта мужчина разбиралась с орудием в бэвство, во! Бесполезно, я его теперь вообще не понимаю. Будто украинско, дивко. Похоже он сказал, мы ещё не разобрались с орудием убийства. Ты его понимаешь? Ну, это такое печальное оправдание, как же жестоко. О, як чё вы считаете, а мною в бэвцаю туда орудия? Давай, манами, хватит на эти перри, переводи уже. Он сказал, если вы считаете меня убийцей, то где орудия? Орудия убийства? Это ведь не наш, да? Судя по ранам Бьякуя, это было что-то тонкое и острое. Около пяти миллиметров в диаметре. Так же, если убийца бела из-под пола, орудие должно было как минимум... Должно быть как минимум 50 сантиметров в длину. После всего этого, кому какая разница, что за орудие? Недоброе! Совсем недоброе! Он сказал, нехорошо, совсем нехорошо. Ладно, я поняла. Давайте попробуем подумать, что же это было за орудие, оружие. Ну, спробуй, ну, спробуй-то! Он сказал, ну, попробуйте. Какой странный акцент. Блять, кто догадался, блять, его делать хохлом? Господи, я пожал бы руку этому человеку. Ладно, нам нужно сосредоточиться и подумать об этом. Тонкий острый предмет, диаметром около пяти миллиметров. И как минимум 50 сантиметров в длину. По-моему, такой предмет был там же, где и портативная плита. Шампур! И когда мы с Бьякой увидели это место, его там уже не было. Если это так, то орудие убийства это... А, блять. Погнали, шампур. Ну, вроде бы должно совпадать. Блять. А, вот. Нахуй. Есть. Да. Да. Хорошо пошло. Отлично. Блять! Я не чая... ШААМ М... ПУПУПУПУ... Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Блять! А! Есть. Я не заметил, что я не знаю. Бля, я проипался. Завершено. Точно. Орудием, наверное, был шампур. Только почему он круглый, если он плоский? Бля, ладно, пизду, пусть круглый. Пусть круглый. Овальный. Блядь, а вон ей. Ладно, вы, короче, поняли. Не, ну, в принципе, да, круглый. А, шампур? Перед вечеринкой, когда Бьякоя измал все опасные предметы, он говорил стару-теру. Я проверил список инвентаря. И похоже, что здесь не хватает одного шампура. О, верно, насколько я знаю, его здесь не было с самого начала. Так, раз вот пропавший шампур! Есть орудие! Шампур идеально подходит кранам. Эй, тур-теру, куда ты заныкал этот шампур? Авриловинь! Че, блядь, она-то тут... Господи, пизда просто. Где же фалшбеки пошли по первым климам Аврилки, где она была просто милашная. Авриловинь! Мне просто интересно, это было в оригинале или там было... Хотя, впрочем, это не важно. Ой, господи, отчет тебя проорал, пиздец. Да, он и вправду это сказал! Он просто несет, что попало, чтобы запудрить нам мозги. Ты, наверное, зашкирил его где-то на острове, а? В этой школе поездки есть правило не мусори. Если бы он его нарушил, островные сирены визжали бы безумолку. Островные сирены? Просто за мусор? А я охраняла вход и не видела, чтобы Таратару покидал старое здание. Значит, он, очевидно, спрятал его где-то в старом здании. По-любому, где-то на кухне, да? Таратару, просто будь мужиком и будь с нами чистен! Наконец-то, мы уже близки к развязке. Загнанный в угол оппонент будет окражен духовными щитами. И он попросту не будет слушать то, что ты хочешь сказать. Обвинять своего же одноклассника, наверное, больно. Но все-таки это классный суд. Да мне на него вообще насрать! Ты должен вступить в сбор со своим противником и разрушить его духовные щиты. По-каюшке как? Высокоскоростная словесная битва, в которой ты уничтожаешь отмазки и нонсенс паникующего оппонента. Это перестрелка арго... Прости, словесный переполох. С-словесный п-переполох. Сокращенно, С-П. Во время С-П необходимо разрушить все духовные щиты своего противника, чтобы ты смог нанести последний удар. Чтобы сделать это, ты должен разрушить слова своего противника, следуя ритму песни. Вы, блядь, издеваетесь? Я ж просто антибок. Ритм игр. Мы это уже проверили. На стримчанском по... Фанкин Найту. Это-то понимаю! Ладно, в пизду. Сейчас будем страдать. Рассчитывай нажатие кнопок, когда на экране появляется метка темпа. Поддерживая ритм, нажимай ЛКМ. Так ты сможешь захватить слова противника. Если ты нажмешь эту кнопку несколько раз, ты сможешь захватить несколько высказываний противника. После этого, если ты отпустишь ЛКМ, попадая в ритм метки темпа, ты разрушишь слова оппонента. Разрушая его слова, ты сможешь наносить урон духовным щитам. Защищаем щим противника и уничтожить их нахуй. Тем не менее, если ты не сможешь уничтожить их слова за отведенное время, то ты получишь урон. Во время СП ты можешь нажать Escape... Да-да-да-да-да. Но во время этого СП просто сосредоточься на нажимании ЛКМ. ЛКМ. Остальные функции будут позже. Ладно. Делай это безошибочно, и ты набьешь себе комбо. Продолжай набивать комбо, и ты ускоришь темп. С другой стороны, если ты постоянно будешь не попадать в ритмы, темп в итоге замедлится. Когда меняется песня, темп меняется вместе с ней. В итоге кнопки нужно будет нажимать по-разному, будь внимательнее. И напоследок, дай я расскажу тебе о последнем ударе. Да ёб твою мать-то! Если ты уничтожишь все духовные щиты противника, они выскажут свой последний аргумент. И когда это произойдет, на экране появятся четыре слова. Сверху, снизу, слева и справа. Каждая из этих слов связана с каждой кнопкой... ...воздан. Если ты нажмешь кнопки в правильном порядке, ты сможешь составить слова своего последнего удара. Да блядь. Пожалуйста, состави своё утверждение, пока мы ищем слова, которые разнесут последний аргумент твоего противника. Кстати, если ты не нанесёшь последний удар за отведённое время, духовные щиты противника восстановятся. Эээээ! О-о-о-о-о! Вот да что ты таки несёшь, тупой салюк! Он сказал, да что ты такое несёшь, тупая деревенщина! Похоже, что нам придётся выяснять это самим Если орудие, оружие, это шампур, то спрятать его на кухне было бы проще всего Но мы с Бьякуей до начала вечеринки проверили кухню довольно тщательно Это значит, что оружие уже было спрятано там, где мы его не смогли бы найти Могло ли оно быть в неожиданном месте? В жопе? Где же он мог спрятать такое длинное оружие, как шампур? Тогда мы с Бьякуей не проверили только одно место Наверное, это оно и было Ничего я не прячу! Он сказал, ничего я не прячу Ничего я не прячу, ничего я не прячу! Я должен раскрыть Тару-Тару неопровержимые доказательства того, что он убийца Словесный переполох Блядь! 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 а блядь внутри блять блять а впрочем это не настолько сложно как казалось внутри мясо на косточке а чё ты думал в мусорном ведре разве ты не мог спрятать шампур в кусок мяса на косточке что ты такое несешь я ни за что не мог бы заныкать что-то в такое место это ведь явно невозможно в смысле это же еда невозможно так подумали мы с бьякой и потому и просмотрели его похоже что в этой куче виды нет опасных предметов вроде того шампура в чураску похоже на то даже и не знаю что бы я делал если бы он объявил рыбьи и мясные кости опасными предметами но на самом деле ты мог спрятать оружие только в еду которую бы проверять не стали из-за всех блюд которые ты приготовил такое длинное оружие как шампур можно было спрятать только в кусок мяса на мясо на косточке чё скажешь я использую свое право хранить молчание такого права здесь нет нам нужно подтвердить это так если мы съедим тот аппетитный кусок мяса и найдем там шампур то все так монокомой и лимонами кто-нибудь из вас принесите сюда этот сраный кусок мяса побыстрее на одну минуту просто дайте мне одну минуту и я съем его весь погодите погодите секунду тайм аут тайм аут чё ты делаешь быстрее тащи его сюда а насчет этого куда делся монокома я здесь бля ням 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 я его уже это яд и медведь хотя погодите это же вроде нормально по мнём ням 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 что это так вкусно твою мать это моё мясо я за всю твою жизнь не ел ничего подобного этот вкус переносит меня в дни когда я жил в дикой природе Дело плохо, дело очень плохо Ой-ой, тут что-то есть внутри мяса Смотрите, что я достал Это же Это шампур Смотрите, его рукоятка сделана из кости Довольно умно Меч разрушения Закованный в кости, скрытый в мясе Он принёс погибель Бьякуя Как и ожидалось от Таратару Такое фантастическое оружие абсолютного повара Вы не правы, я не убийца, я не из тех, которые убивают Я понял, вы все меня подставили, вы подставили меня, чтобы впихнуть это дело на меня Господи, как разочаровывающе Такие некрасивые отговорки для такого абсолютного вроде тебя И как можно называть это надеждой? Эй, Нагита, извини, но не мог бы ты помолчать? Да вы все лишь куски бедных, крикливых и жрущих фастфуд целиком Он сказал, что вы все лишь кучка бедных, крикливых, жрущих фастфуд деревенщин Тебе больше не нужно переводить, почему-то я начинаю понимать его А ты прикинь, что с тобой было бы, если б ты неделю пожил во Львове, а? Натраба, 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 булла, манатрабыть св... Манатратыть свою готовку на вас, дебилов Разберемся с Нагита позже Сейчас нам важнее сделать кое-что другое Я все еще не могу догнать Тару-Тару у нас хохолы или белорус? Впрочем, это похоже Я думаю, что нам стоит разобраться с этим раз и навсегда Для этого нам нужно вспомнить все детали произошедшего от начала до конца И все прояснить Да еб твою мать, как я ненавижу эти пазлы складывать Вспомните все детали И тогда я смогу доказать вину Тару-Тару Точно Не сделав этого, мы так никогда с этим не закончим Так что, пора сделать это Наконец-то время пришло Моё стутце серче... Серчет? Чтобы подвести итоги дела и классного суда, в каждом деле будет появляться он, финальный аргумент В этой фазе тебе нужно подвести итог всего дела Тебе нужно будет воспроизвести порядок событий этого дела в форме комикса Это воспроизведение всего лишь воображение Ходзима, поэтому в нём будут провалы Провалы — это зоны, в которых не хватает нескольких деталей Тебе предстоит завершить комикс, используя предоставленные панели Правды? Из трёх пяти панелей, Правда, получается один набор Маслая их сколько будет? Внутри этого набора среди неверных панелей будут лежать верные панели А-а-а-а-а-а Я понял Блять, что? Если ты используешь все верные панели, из одного набора тебя переключат на новый набор После этого, если ты заполнишь все провалы, ты пройдёшь это испытание Ты мог уже это заметить, но... Заполнить столько провалов будет сложно, но как только ты заполнишь несколько из них, всё станет куда легче Если ты играл в первую часть игры, то поначалу тебе будет непривычно, но концепт по сути один и тот же В решении финального аргумента есть кое-какой трюк Если ты наведёшь курсор на провалы на каждой странице, то наверху экрана появится подсказка Подсказка — это наводящий вопрос о том, что именно происходило в том провале Супер, хоть какая-то... Печа... Полезная... Удобная... Мне! Кстати, если ты наведёшь курсор на панель правды, он тоже подсветит подсказку Эта подсказка объяснит, что происходит в этой панели Объединяйте две подсказки и тщательно подумай Конечно, не забывай, что у этой части тоже есть лимит времени Что ж, надеюсь, ты хорошо повеселишься и желаю удачи Финальный аргумент начался! Набор 1 Так... Срёт, бухают... Блядь, нет! Все на вечеринке? А! Блядь, вот как это работает Все-все-все, я понял, я понял Блядь, нет! Сука, у меня жизни заканчиваются Ладно... Блядь, нет! Да ты троллишь меня В смысле? Ничего сюда не подходит, а? Алло! Похоже, что этой информацией... Блядь, а что сюда подходит-то? Бесполезно! Я больше не могу, у меня нет другого выбора Все во мне сомневаются Бва-ха-ха-ха-ха Так, ну мне же дадут Переиграть Да-да-да, я не запятнанный Да, хочу попробовать Подожди, но я тогда не понял А каким хером она работает? Я перепробовал все четыре варианта Стоп, или оно и так работает? Ээээ... Блядь Когда стало темно Бьякуя... Ээээ... Прямо, блядь А где? Кого увидел Бьякуя? Да Круть Когда стало темно Бьякуя... Эээ... 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 Ээээ... Кто взял убийцы из кладовой? Да Что было найдено под столом? Нож Да Эээ... Я слышал это... Да Отлично Так... Ээээ... Прибор виденья Бьякуя Супер В кабинете Когда случилось отключение... Нет Та же картина, что и в кабинете над столовой Ладно, это всегда по сути Чаки охраняют вход в старое здание Так Ээээ... Так Так Ээээ... Ээээ... Ммм... Блядь, и куда Чаки впихнуть-то? Ээээ... Па-па-па-па-па-па-па-па Блядь Открывай я на них Тыкая Чё с этими двумя делать? Включение Включение Чего? Блядь Ммм... Нет Это вроде бы Не всегда было Сука Блядь Я понял, это сюда не подходит Окей Куда оно, блядь, подходит? Да Боже, блин Господи Кто ж, блядь, знал, что это за дерьмо? Ну, нокер А куда чаяки всунуть, блин? Блин, блин Ааа Ааа Господи, это бля Ёбаньки-воробаньки Ну, это очевидно было Это тоже очевидно было А что сделал убийца, выйдя в темный коридор? Вышел в темный коридор Так И это, и это Где у нас еще ничего нет Ага, вот Все, есть Давайте попробуем вспомнить Все детали Произошедшего С самого начала вечеринки Так, а я тут Блядь, да ладно Я тут че, сейчас не могу сохраниться? Сука, ладно Продолжаем Бьякуя собрал нас в столовой старого здания возле отеля Он был очень насторожен из-за полученного им письма с предупреждением о возможном убийстве Поэтому он решил устроить вечеринку, чтобы иметь возможность за всеми нами наблюдать Хотя один человек и не пришел, остальные собрались в столовой и вечеринка началась Но к тому времени установленная кое-кем ловушка уже была запущена Некто включил три утяга в розетке в кладовой, чуть-чуть не дотянув до максимума энергомощности здания Вдобавок он приготовил еще кое-что, что должно было сработать в 23.30 Кондиционеры в кабинете и столовой На них уже был установлен таймер Благодаря утюгам, по полной нагружающим алина энергосеть Свет отключился, когда включились кондиционеры Так как окна в старом здании были перекрыты, из-за отключения света в столовой В столовой воцарилась кромешная тьма Как только это случилось, Бьякая достал кое-что из своего чемодана Этим чем-то был прибор ночного видения Бьякая был настолько озабочен возможным убийством, что даже принес с собой вещи для самообороны Надев прибор ночного видения, Бьякая заметил, как кое-кто сделал нечто подозрительное Он увидел, как Нагита использовал шнур питания Верно, до этого момента все было частью плана Нагита Письмо с предостережением, отправленное Бьякой и отключение электричества Все это было делом рук Нагита Давайте заскриним Норм Во время отключения кое-кто еще, настоящий убийца, выдвинулся из кухни Убийца, вероятно, уже знал про план Нагита Поэтому он предположил, что скоро будет отключение света Поэтому убийца заранее приготовил все вещи, которые понадобятся ему для совершения преступления в темноте Ему нужен был источник света И убийца в качестве него использовал портативную плиту из кухни Ему нужно было и оружие Но оно тоже было спрятано на кухне заранее Длинный шампур, используемый в Чураско Убийца спрятал его в куски мяса на косточке С оружием и портативной плитой в руках убийца вышел в коридор Сначала он закрал противопожарную дверь в коридоре Чтобы его источник света не было видно из столовой Пиздец, какая-то дебильная и криповая пиздец вообще Затем ведомый светом убийца направился в кладовую и взял определенный предмет Именно, скатерть, чтобы прикрыться от брызг крови Убийца закончил свою подготовку и залез под пол через секретный лаз Портативную плиту он при этом либо выключил, либо вообще оставил у входа В полу столовой много щелей, поэтому он никак не мог незаметно использовать там источник света Но благодаря светящейся метке, сделанной ранее, убийца смог доползти до стола Под столом Бьякоя нашел спрятанный там нож Если бы он оттуда отошел, то, наверное, остался бы в живых, но Ему нужно было забрать тот нож И в этот момент Убийца, прячущийся под столом, начал бить прямо вверх своим шампуром Убийца ждал того момента, когда светящаяся краска начнет двигаться После того, как убийца прикончил Бьякою, он специально крикнул из-под пола, чтобы всем показалось, что он был все еще с ними в столовой После этого он вылез из-под пола и быстро добрался до кухни И затем, спрятав орудие убийства на кухне, он, как ни в чем не бывало, присоединился к остальным Есть только один человек, который мог совершить это преступление Особенно если этот человек может додуматься до еди и спрятать оружие в еде Не так ли, Тару-Тару Ханамура? Го-о-о-о Завершено Вот так все и было, ясно Но я где-то наврал Так, а теперь мы можем сохраниться или нет? Бля, да, слава богу, теперь мы можем сохраниться Ах, что жечки, я полагаю, сегодня на этом чудесном моменте мы будем заканчивать А финал суда увидим уже в следующий раз Всем спасибо за просмотр И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok